Во второй день международного форума состоялось пленарное заседание, на котором собрались руководители ФСИН России и представители зарубежных государств, сотрудники территориальных управлений, а также представители исправительных учреждений стран-участниц форума. Более 700 человек из разных городов России и стран мира в эти дни представляют свои исправительные учреждения. Перед пленарным заседанием начальник Академии ФСИН России Александр Крымов вместе с директором Федеральной службы исполнения наказаний Геннадием Корниенко посетили выставку. Где ознакомились с разработками российских инженеров, которые направлены на обеспечение безопасности. Кроме того, на выставке можно было увидеть сувениры, выполненные вручную. Например, вот такие сабли. Одна из них является точной копией сабли под названием «Северная жемчужина», которая была подарена Петру Первому после победы в Северной войне. Выполнено полностью по историческому образцу. На сабле изображен весь путь, как в Северной войне. А кто это все делает? Все это делают наши осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях. А им можно работать с холодным оружием? У нас полностью организованы мастерские для них, поставлены видеокамеры, а также осуществляют контроль над этим сотрудниками администрации. Сувениры, привезенные из разных городов России, вызвали большой интерес у участников форума. Однако основное внимание было приковано к главному мероприятию. В течение двух дней здесь велись дискуссии по всем направлениям деятельности в СИН. Кроме того, были озвучены результаты работы предыдущих двух форумов и положения дел в уголовно-исполнительной системе страны. Очевидные результаты – это снижение общего количества осужденных, находящихся в местах лишения свободы, это развитие альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, это абсолютно новые подходы к психологической воспитательной работе, к подготовке к освобождению, ну и целый ряд других направлений. Первый международный пенитенциарный форум состоялся в 2013 году на базе Академии в Синроссии. Теперь он проходит раз в два года. Форум позволяет осуществлять обмен опытом между государствами для того, чтобы совершенствовать уголовно-исполнительную систему во всем мире. Пенитенциарная система нашей страны прошла сложный процесс становления и сегодня в ней наблюдаются серьезные изменения. Основной акцент при реформировании делается на совершенствовании организационно-правовых основ функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с учетом международных норм в сфере исполнения уголовных наказаний. Все это требует значительных моральных, психологических, физических усилий и достаточного финансирования. По мнению директора в Синроссии, третий международный форум является наиболее оптимальной международной площадкой для обсуждения проблем развития мировой пенитенциарной науки. Не случайно форум называется «Преступление наказания исправления». Ведь одной из главных целей, которая стоит перед уголовно-исполнительной системой, является исправление оступившихся граждан. В эти дни руководители и представители пенитенциарных ведомств разных стран и органов государственной власти, научные деятели, правозащитники, общественные деятели делятся знаниями и практическим опытом в решении проблем уголовно-исполнительной системы. По результатам работы форума будут подготовлены рекомендации по повышению эффективности деятельности пенитенциарных служб, совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных наказаний и уголовной исполнительной практики. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...